Музыкант, а будет Андрей Галецкий, потому что он, во-первых, киноавтор, во-вторых, у него книжка из Канады, ну и просто он такие крутые стихи пишет и так круто их читает, так что он прямо и как будто с музыкой сейчас будет. Андрей Галецкий, вы его слушаете всем сердцем. Ну и хлопайте, конечно. Добрый вечер. Расскажу вам одну историю. Я в жизни много чем занимался, но всегда в свободное время у меня есть одно увлечение, давнее постоянное увлечение. Сейчас я его назову. Это Федор Михайлович Достоевский. Я очень люблю Достоевского. Преступление-наказание я прочитал 12 лет и затем на филфак поступил только для того, чтобы все годы заниматься им. И я им занимаюсь, потому что он меня всегда бодрит. И это всегда такое расхождение с общепринятым представлением. И вот это расхождение началось буквально с момента поступления на филфак. Преподаватель, который беседовал с абитуриентами и выявлял, какие темы они будут вести в течение учебы, узнав, что я хочу заниматься Достоевским, сам филолог заявил мне буквально следующее. Послушайте, да вы что? Займитесь лучше Пушкиным. Достоевский вас с ума сведет. Прекрасно. Я всегда говорю, вот с тех пор прошло уже много лет, я часто выступаю перед публикой, всегда прошу посмотреть на меня, но я вызываю впечатление человека вменяемого, то есть за все эти годы я с ума не сошел, поэтому это пророчество, оно не сработало. И, наконец, самый последний случай, это просто писк восприятия моего увлечения, я обязательно об этом напишу. Значит, я три года работал пиар-менеджером одной фирмы, развивал, так сказать, с нуля пиар этой фирмы, и я чувствовал, что директор как-то вот очень ревностно относится к моему увлечению, хотя мое увлечение, оно всегда в свободное время. Я еще веду экскурсии по Петербургу Достоевского. И вот недавно я обратился к нему с одной производственной просьбой, но обратился в очень плохой момент, у него было плохое настроение, и мне он по производственной просьбе очень грубо ответил и завершил потрясшей меня фразой. Она настолько меня потрясла, что вот я сел и не знал, что сказать. Он закончил так. Достоевский ты наш! Я сел, сижу, думаю, господи мой, Федор Михайлович, Федор Михайлович, вас ведь так гновили при жизни, а его очень критиковали, его романы очень долбали. И я думаю, и вот это, и до сих пор вот я на себе это чувствую. И я творчество начинал со стихотворной формы, потом я перешел к прозе. Я написал такое произведение, оно называется «Я останусь с альбатросами». Это о современной молодежи, и там главный герой, так же, как и я, он является гидом, он увлечен Достоевским, и ему Федор Михайлович является в видениях. Это произведение, к моему удовольствию, опубликовали в Канаде, чему я очень рад, вот это канадское издательство. И я рассказываю о нем, чтобы, ну, рассказать именно вот о своем увлечении. Я сейчас прочитаю отрывок, как вот Федор Михайлович говорит современной молодежью. «Многое во мне переменила моя болезнь. Однажды я сильно простыл и отдало в ухо. В ушах периодически стало звенеть. Я терял сознание и видел разные картинки. Началось с того, что я увидел себя в грязи. Был жуткий ливий, и дорогу размыло до жижи. А мне нужно было добраться до небольшого деревянного домика. Я поднялся на крыльцо, постучал в дверь. Никто мне не ответил. Тогда я вошел вовнутрь. Мне подумалось, что это дача какого-то писателя. В комнате, куда я попал, из сеней, все стены были в стеллажах с книгами. Всего одна комната на весь дом, большущая-пребольшущая, с печкой посередине. Стол со свечой, на столе чистая пища, бумага, ручка в подставке. Стал я разглядывать, что за книги на полках. Да так и ахну. Достоевские. Все книги, а их штук тысяча. Все Достоевские. Ну, думаю, если здесь живет писатель, то он явно почитатель Достоевского. Взял я с полки дневник писателя. В эту книгу вообще мало кто заглядывает. Даже мало кто знает о ней. Сел за стол, свечу спичкой зажег, раскрыл наугад страницу. И что-то необычное стало происходить. Голограмма на столе начала высвечиваться. В той голограмме вроде как лицо. Потом и вся фигура. И уже не на столе, а сидит напротив меня. Может, тебе и чудно, но если тысячу книг моих собрать в одном месте, свечу зажечь, да одну раскрыть наугад, то я являюсь. Заговорил он хрипаловатым голосом. И так на меня в упор смотрит, аж мурашки по коже. И глаз-то, глаз один необычный, сильно расширенный зрачок, радуни же почти незаметно. Точно ведь Достоевский. Если знаешь, что человек умер, тем более давно, и вдруг на тебе перед тобой сидит, да еще и классик, то в какое же волнение приходишь. Являюсь я потому, что среди тысячи моих книг человек уж точно обо мне думать начнет. Чем больше думать о чем-то, так то и происходит. Точно так же черт Иван уявился, потому что он о нем думал. Так вы как черт? Спросил я. Так волнуюсь, что даже голос задребезжал. Я сам слышал это дребезжание, и было неловко. Ну, я-то, слава Богу, уж понял, где кто, твердо ответил он. Я постепенно приходил в себя. Волнение спадало, потому как взгляд собеседника был добр и даже ласков. Черт, ведь это черта, продолжал он. Черта между человеком и внешним миром. Вот и стали говорить черт. Человеку хорошо с самим собой. Хорошо, когда его никто не ругает, не обзывает, не нервирует. Раль, да и только. Искушает кто? Внешний мир. Это он придумывает какие-то цели, задачи. В общем, всеобщая бестолочь, как я уже сказал однажды. Человек сам по себе и без этих задач проживет. Ну, скажите, вам нужна задача иметь много денег? Ну, если бы кругом не было дороговизны, то нет, отвечал я. О-о-о-о, всплеснул руками фантом. Именно кругом. Вокруг вас, то есть. За чертой вас. А другие люди по отношению к личности получаются тоже черти? Многие на поводу у черта идут. Они лишь его игрушки. Мне не нужны ваши чертячьи забавы. На это способны немногие. Их называют не от мира сего. Заметь, как все вертится вокруг понятия мир. Или свет, как было принято у нас. Или тусовка, как у вас. Я и про вас все знаю. Чтобы не наружную одну накладку иметь, надо бы внутрь себя заглянуть. Никаких привидений на самом деле нет. Ага, а как же, вот вы пришли, и я твоя галлюцинация, происходящая во сне. Что тут особенного? Во сне может быть все что угодно. Все в сознании. Сознание охватывает разные идеи. Какова идея? Таковы и поступки. Сам же за них и отвечай. Надо бы найти себя в себе. Еще скажите, что и Бога нет. А Бог в нас. Ощути его, и будет тебе рай. Пока лишь всеобщая ложь. Да, там нет ключев, помнишь, Алеша ответил отцу. А люди наивные и простодушные всему верят. Никакого воскресения не было. Спаситель в муках испустил дух, висел на жаре прибитый. Не жара, даже а пекло. Губку давали горло смочить. Потом пожалели, копьем проткнули. После этого ничего, кроме земли. Так успокойтесь. Но как же? Как же вековечная мечта? Вы ли это говорите? Ага, видишь, как легко тебя подловить. Я же твои собственные мысли излагаю. Это я вас подловлю. Не вы ли Христа разлагающего подсунули в дом Рогожина? Тоже ведь сомневались? Так я в птичках только не сомневался. В птичках? Помнишь, в подростке пропоет птаха и все свое в себе находишь. Сказал это, обернулся птахой и вылетел в отворенное окно. После того инцидента с шефом, когда он мне сказал про Достоевского, я, конечно, уволился. Я теперь в состоянии безработного и за это время я написал новую повесть, она называется «Достоевский в Ревеле» о времени пребывания Федора Михайловича в Ревеле, так назывался раньше Таллин, в гостях у своего брата Михаила, который там служил в инженером корпусе 10 лет. А посетил он Ревеле очень молодым, ему был 21 год, еще до своего взлета, до публикации всех произведений. И вот я рассказываю, каким был самый-самый молодой Достоевский. Это просто писк. Спасибо.